Крамола. 13 величайших украденных у нас изобретений. Есть официальная цифра, что русским изобретателям принадлежит треть всех изобретений на планете. Вероятнее всего, эта цифра сильно занижена. Русские люди изобрели множество вещей, сделавших нашу жизнь проще и удобнее. Но по каким-то причинам многие из них присвоены изобретателями других стран. Автомобиль. В 1751 году Леонтий Шамшуренков, искусный механик из народа, изготовил по госзаказу самобеглую коляску, двигавшуюся без какой-либо посторонней силы. Шамшуренкову в награду выдали 50 рублей. Дальнейшая судьба коляски историкам неизвестна. Спустя 18 лет, в 1769 году, француз Никола Куньо презентует всему миру подобный аппарат. Француза Куньо знает весь мир, а имя нашего конструктора забыто. Вертолет. В 1754 году Михайло Васильевич Ломоносов создает модель летательного аппарата вертикального взлета, который должны были обеспечивать спаренные винты на параллельных осях. Это был первый настоящий прототип вертолета. Только в 1922 году профессор Георгий Ботезад, эмигрировавший после революции из России в США, построил по заказу армии США первый устойчиво управляемый вертолет. Паровоз. Первая в России двухцилиндровая вакуумная паровая машина, попросту говоря паровоз, была спроектирована механиком Иваном Ползуновым в 1763 году. На испытаниях машины, которые состоялись в Барнауле всего через год, присутствовал Джеймс Ватт. Идея ему очень приглянулась. Ему удалось получить патент на паровую машину с универсальным двигателем. Член комиссии по приему изобретения Ползунова Джеймс Ватт считается ее изобретателем. Наркоз. Русский доктор Николай Иванович Пирогов, хирург и ученый-анатом. Профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, а главный основоположник русской военно-полевой хирургии и основатель русской школы анестезии. Именно он первый начал использовать эфир для обезболивания при проведении операций в военно-полевых условиях. Всего Пирогов провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Он же первым в российской медицине начал использовать гипс для лечения переломов. Очень деятельный хирург и ученый, увлеченный своей работой. Ему некогда было думать о патентах, он думал о результатах. А запатентовал наркоз как изобретение хирург Томас Мортон. Велосипед. В 1801 году крепостной изобретатель Ефим Артамонов на Нижнетагильском заводе построил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат, который потом назовут велосипедом. Потом в 1818 году выдадут патент на это изобретение немецкому барону Карлу Дрейзу. Робот. Забытым, к сожалению, остался вклад великого русского математика Пафнутия Чербышева в развитие современной робототехники. Одной из областей, которой он уделял большое внимание, была теория механизмов и машин. Пафнутий Львович в частности создал ряд так называемых механизмов с остановками, используя которые построил свою знаменитую переступающую стопоходящую машину, имитирующую своим движением походку животного и считающуюся бабушкой нынешних роботов. Кстати, Чербышев создал еще около 40 различных механизмов и почти 80 их модификаций, благодаря чему считается одним из величайших умов своего времени. Лампа накаливания. Устройство в нынешнем виде известно как лампочка Эдисона. Между тем, Эдисон лишь его усовершенствовал. Первым создателем лампы был российский ученый, член русского технического общества Александр Николаевич Лодыгин. Это произошло в 1870 году. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Эдисон только в 1879 году патентует лампу накаливания. Водолазный аппарат. Еще в 1871 году Лодыгин разработал первый проект водолазного скафандра и предложил использовать для дыхания газовую смесь из кислорода и водорода. Однако патент получил Генри Флюс в 1878 году. Он считается изобретателем подводного аппарата с замкнутой схемой дыхания с использованием чистого кислорода. Радиоприемник. 7 мая 1895 года Александр Степанович Попов впервые публично продемонстрировал прием и передачу радиосигналов на расстоянии. В 1896 году Александр Попов передал первую в мире радиотелеграмму. В 1897 году Попов установил возможность радиолокации при помощи беспроволочного телеграфа. А в Европе и Америке считается, что радио изобрел итальянец Гульермо Маркони в том же 1895 году. Тетрис. Самая известная компьютерная игра, изобретенная Алексеем Пожетновым в 1985 году. Пожетнов не мог получить патент на игру, поскольку создал ее работой в Академии наук. Он передал права на игру на 10 лет СССР. Была создана организация Элорг, которая и стала правообладателем государственной лицензии на Тетрис. Лицензию, оформленную уже по закону, выкупил гигант Нинтендо. Правда, Пожетнову это опять не принесло никакой выгоды. Лазер. Первый лазер, его называли Мазер, был сделан в 1953-54 годах Басовым и Прохоровым. В 1964 году Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию по физике. Однако 22 марта 60-го года за номером 2 929 922 был получен патент на имя Таунса и Шавлова, подтверждающий их право на изобретение оптического Мазера, который сегодня мы называем просто лазер. Компьютер. Первый в мире персональный компьютер был изобретен не американской фирмой Apple Computers и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым. Авторское свидетельство номер 383005. Электродвигатель. Первый электродвигатель, состоящий из неподвижной и вращающейся частей, был изобретен в 1834 году физиком Борисом Семеновичем Якоби. Наиболее важным в изобретении было открытие принципа беспрерывного вращательного движения. Получил патент на электродвигатель Томас Девенпорт в 1837 году. В этом здании в свое время, в советское время, располагался знаменитый институт, институт патентных исследований, сокращенно в НИИПИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации. Туда стекалась информация о всех изобретениях и научных открытиях, которые делались в Советском Союзе. Институт был создан по официальной версии для того, чтобы автоматизировать систематизацию, для того, чтобы туда эти изобретения поступали, все обрабатывались и поступали в промышленность для использования. Подчеркиваю, это была официальная версия, а на самом деле именно вот этот институт в этом здании занимался прямо противоположной деятельностью. Все технические изобретения и научные открытия, которые туда поступали, они оттуда из этого здания переправлялись за границу. Когда какой-нибудь изобретатель или ученый приносил туда заявку на открытие или заявку на патент, авторские свидетельства, уже через сутки эта информация была в Израиле, а через двое суток в Америке. Повторяю еще раз, кто не понял или не расслышал. Все научные достижения и технические изобретения, которые аккумулировались из научных институтов, собирались в этом институте и переправлялись прямым каналом за границу для того, чтобы там использоваться на изготовлении технических изделий и даже целых научных отраслей. То есть вот сейчас 2015 год и все прекрасно знают, что у нас в России нету в некоторых областях высокотехнологичных производств. Например, те же самые мобильники, телевизоры не производятся на территории России. Даже на территории Украины производятся мобильники по контрактному производству, а у нас нет. И многие другие вещи, касающиеся ширпотреба, но не касающиеся оборонки, производятся за рубежом. Парадокс в законе. Богата страна идеями, а выгоду из этого извлекать, увы, пока не научилась. Зато научились те, кого во всем мире принято называть патентными троллями. Таковые, оказывается, есть и у нас, и живут они, если не сказочно, то не тужат уж точно. Все дело в секрете, который заставляет раскошеливаться крупную рыбу, попадающую в их сети. Список из громких имен и названий внушительный. Владислав Сорокин, когда вник в то, как работает идейный рэкет, перед соблазном не устоял, сам решил попробовать, но и о журналистском долге не забыл. Выяснил, какую лазейку тролли в российском законодательстве отыскали? В Америке их называют патентными троллями, в России интеллектуальными диверсантами. Они ничего не изобретают, а только перехватывают чужие идеи или торговые марки. Виктор Чернышов за шесть лет до прихода журнала Forbes в Россию зарегистрировал известный бренд на свое имя. А еще он судился с производителями сыра, пейджинговыми компаниями и даже со Стивеном Спилбергом. Торговый знак парк юрского периода на территории России какое-то время принадлежал Чернышову. Он знает секрет, как обычные вещи превратить в запатентованные изобретения. Такой бурно развивающийся рынок не может без конфликтов быть. И раз конфликт, значит на этом можно чего-то либо заработать, либо просто поиметь. Патент грозное оружие в войне за интеллектуальную собственность. Когда англичанин Майкл Уиллер стал строить офисы в Москве, коллеги пугали его наездами и малиновыми пиджаками. Ракетиры к Майклу пришли вежливые. Бить не стали, но денег попросили. Якобы за то, что фирма Уиллера использует чужое изобретение. Ножку для фальшполов. На тот момент технологии было уже лет 30. Я проверил, в Англии зарегистрировать такой патент был невозможно. А потом я снова приехал в Россию и мне сказали, да мы тут вообще можем заново изобрести велосипед или колесо, а потом все официально оформить. Адвокат Уиллера Максим Смаль понял, эту войну можно выиграть только хитростью. Привлек в дело тяжелую артиллерию в виде тогда еще депутата Митрофанова. И вместе они как-то вечером изобрели шариковую авторучку и сигареты с ментолом. Вот и бумага с гербовой печатью есть. Когда я в суде выступал, у судей глаза просто вылезли. Это бред, такого быть не может. Но тем не менее это существует и законодательство наше на сегодняшний день тоже позволяет, в общем-то, всевозможным проходимцам пользоваться своими правами, злоупотреблять этими правами. В руках у адвоката патентно-полезную модель. Это своего рода улучшение. По закону есть огромная разница между изобретением, проверкой на новизну, поиск аналогов по мировым базам данных, документы выдают спустя полтора года, и полезной моделью. На новизну не проверяется, достаточно всего лишь правильно написать формулу изделия. В этом и заключается искусство патентного поверенного. В принципе, можно запатентовать полезную модель чего угодно, или как, допустим, там, я не знаю, вот дырокол или вот футляр для очков. Влад, вы правы, действительно, закон в отношении полезной модели позволяет запатентовать все, что относится к устройству. То есть, если вы хотите все-таки получить патент, ну, на чешник, давайте скажем, это действительно возможно сделать. И буквально за 10 минут Алексей придумал, как правильно описать формулу футляра для очков, то есть его внешние признаки плюс устройство механизма, да так, чтобы обычная вещь стала инженерным чудом. Пластиковый чехол для очков, состоящий из двух пластиковых створок, с внутренним покрытием из тканного материала, отличающийся тем, что по месту соединения двух створок проложен пластиковый кант, обеспечивающий герметичность внутреннего пространства чехлов. То есть, с точки зрения, даже если я не хочу получить какие-то роялти, да, но хочу каким-то образом осложнить жизнь своему потенциальному конкуренту, допустим, вот я выпускаю очки, и он выпускает очки, да, то я на полгода его, как минимум, могу озадачить вот всяческими... Очень сильно вы можете его озадачивать, очень сильно осложнить жизнь. В стране, где все принадлежало государству, не было понятия собственности, тем более интеллектуальный рационализаторский бум в 60-х так и закончился. Для экономики страны, по большому счету, ничем. Вот пример, ЭВМ Урал-1. Это сейчас она кажется громоздкой и бестолковой, частота всего 100 Гц. Но в 59-м это был прорыв. Сейчас говорят, дали бы авторам патенты по образцу западных с полным правом на продажу и внедрение технологий. Может, силиконовая долина и выросла бы не в Калифорнии, а где-нибудь в Ивановской области. Патентная система охраны изобретений, она была несовместимой принципиально вот с советской экономикой. А хотели как лучше. Владимир Дементьев был одним из тех, кто на заре 90-х придумывал, как от советских авторских свидетельств перейти к системе патентов, фундаменту интеллектуальной собственности. Конечно, тогда еще не существовало такого понятия, как патентный рэкетир, патентки... киллер. Или чтобы Анатолий Жуков наконец получил дивиденд от своего дельталета ЖУК-40М с двухтактным двигателем и двумя канистрами бензина под винтом. Изобретать хочется и есть о чем изобретать, но нет возможностей. Но получается, что законом удобнее пользоваться патентным диверсантом, чем изобретателем. Последняя комбинация Чернышева. Патент на полезную модель «Мобильный офис». Мимо газелей с автостраховками он проходит теперь загадочно, улыбаясь. Фактически можно сейчас принимать меры и за незаконное использование патента получать какие-то эти... Понятно, что получать – деньги. Но не сейчас патентный диверсант ждет, когда на рынке автострахования начнется война. Наиболее прозорливая страховая компания, здесь перечисленная, надо обратиться и поймет, что лучше быть монопольным владельцем права на такой вид страховой деятельности, чем, в общем-то, нарушать наши права. Арбитражные суды противостоять черным патентным технологиям не могут. По закону нельзя отказать в проведении процесса, даже если здравого смысла в деле немного. Я вижу иногда проблемы на ровном месте возникшие. Они в большей степени от несовершенства законодательства. Раз, а граждане просто имеют цель «я хочу». Ну и что, что у кого-то раньше было зарегистрировано? Причем неважно, насколько раньше. Действующий закон позволяет, например, прийти в политехнический музей, взять чертежи арифмометра 19 века и запатентовать его как полезную модель века 21-го. Выход из законодательного тупика нашли в Германии. Там схожая система, но перед тем, как идти в суд, заявлять о краже технологий, обладатель патента должен сам доказать обоснованность иска. В России же пока все наоборот. А спорить патент гораздо сложнее, чем его получить. Владислав Сорокин, Максим Зирин, телекомпания НТВ.